Какие принципы войны по су-дзи, принципы и стратегии? То, кем ты управляешь, и ты, управляющий, должно быть что? Ваши действия должны быть согласованы. На одно это можно тратить огромное количество усилий. И нужно. Второе, что? Они не обязаны тебя любить и целовать в десна. По крайней мере, желать достичь всех за целей. Или не сопротивляться. Желать, так скажем так, быть готовым осуществлять эти действия, как минимум надо добиться. Чтобы они не противоречили. Второй принцип какой? Это принцип пути. Второй принцип какой? Небо. Точный расчет времени. Потом земля. Точный расчет пространства. Местность это только разновидность действий в пространстве в целом. Потом какой? Полководец. То есть ты сам подготовленный. И что еще? И закон. Помним про дисциплину и порядок в самом широком смысле от вас. Например, порядок обеспечения ресурсов. Это дело к Платону. На воспитании полководцев и царей. Книги в принципе переписывались столько раз с такими людьми, что не знаем, что дошло бы нас. Были бы мы самодурами, не были бы самодурами. Так самодурами, это же с определенной точки зрения. Я думаю, что ни то, ни другое не может быть по-настоящему подтверждено. Вся история человечества, знаете, по каким девизам проходит? Писана история. Это оценочное суждение, в кавычках. Это оценочное суждение. То есть фраза, это оценочное суждение, а само по себе оценочное суждение. Поэтому историю писали победители. Програвшие редко ее пишут. Учитывая некоторые страны, в которых, как мы, Россия, византийская, которые под византийским архетипом, что каждый новый правитель – это новая история и новая стратегия, то это вообще... Я люблю приводить простейший пример. Почему мы называем французских Луи и Анри Людовиками и Генрихами? Это же не по-французски. Это немецкая традиция. Да, немецкая профессура написала историю государства российского. Поэтому мы в этой транскрипции и идем. Читаем дальше? Смотрите, давайте главы посмотрим. Они очень коротенькие. Смотрим. Вторая глава называется «Ведение войны». Как вести войну? Третье – стратегическое нападение. Это как нападать. Потом глава четвертая, называется «Форма». Это скорее... Как это? Это, скажем так, форма в данном случае переводится как «Нет», как «Идеальный способ действовать». Вот так вот. Мощь – это китайский такой принцип, который не вполне соответствует западному. Имеется в виду что? Сила управления. Вот так эта глава правильно переводится в нашем эквиваленте. Полнота и пустота. Шестая глава. Это достоинства и недостатки. Сильная и слабая сторона. Мощь имеется в виду мощь полководца по управлению своими войсками и событиями. Борьба на войне – это борьба на войне. Сущность противоборства как такового. Девять изменений – это работа и порядок управления теми изменениями, которые возникают, когда ты начинаешь действовать. Маршировать, планировать, сталкиваться с опасностями и так далее. Как управлять эффектами, которые возникают в ходе целенаправленных действий на войне. Как от местности, так и от опасности и всего остального. Поход – это вот как совершать марши и что в этой связи случается. Глава 10. Марш – составная часть войны. Как говорил Клод Завиц, единственный способ достигать серьезных маневров – это единственный способ достигать серьезных результатов. Формы местности – это описание местности как таковой. Китай – очень разнообразная страна. По местностям. Поэтому, что 10 и 11 глава посвящены описанию типа местности и порядка действенных. Важнейшая составляющая. 12 глава – это огневое нападение. В широком смысле, как и что уничтожать у противника. Что нужно оставить, что уничтожать, как уничтожать, какой последовательности. И 13 глава – это что? Использование шпионов. И дальше идет широкий шпионаж. Дальше идут комментарии. Вы их почитывайте, потому что это важно. Они часто переворачивают все понимание ситуации. Смотрите. Часть вы будете читать сами. Сами встречаться и обговаривать. Со мной сейчас есть возможность почитать где-то мы две главы успеем прочитать. Или одну очень подробную. Какую вы хотели бы прочесть? Можем подряд, можете любую, которую хотите. Из тех, что мы назвали. Я бы взял наименее понятную, например. С местностью, в принципе, разберемся. Это сразу можно оставлять в покое. А вот, например, мощь или форма. Да, тоже. Хотите мощь? Мощь – это непонятно. Давайте мощь. Давайте мощь. Значит, открываем мощь. Мощь у нас пятая глава, 24-я страница. Ну, у нас будет еще закрывающее занятие. Там тоже можно разобраться будет спокойно. Это же книжка очень хорошая, потому что очень маленькая. Прочитать можно за полтора часа. А разбирать можно всю жизнь, и еще и не хватит. Суньцзи сказал, управлять массами – это все равно, что управлять немногими. Дело в частях и в числе. Помним, да, из Москвы слезам не верит, как ей спрашивали, там, на даче подружки. Что такое управлять тремя тысячами людей? Она что сказала? Главное – научиться тремя управлять. Если троимя умеешь управлять, дальше число не имеет значения. Так что всех организуешь. Пресс Суньцзи говорит примерно то же самое. Вести в бой массы – это все равно, что вести в бой немногих. Дело в форме и названии. Ну, если правильно говорить, здесь имеется в виду дело в плане. И в чем? И в правильном подборе терминологии. Правильных слов. Правильном командовании. Вот так вот даже. Четкости указаний, сигналов, распоряжений. То, что делает армию при встрече с противником непобедимой – это правильный бой и маневр. Из чего складывается военное дело? Через две тысячи лет Крузовидс скажет то же самое, а мы через триста лет после Крузовидса говорим то же самое. Нужно правильно вести само столкновение и передвижение к столкновению. Маневрирование в интересах, скажем так, организации столкновения. Крузовидс не читал, это я автоматом сказал, потому что Суньдзи перевели в конце 19 века только на европейский язык. Ну, где-то, может, край муха слышал, китаистика в начале 19 века. Я сомневаюсь, что было особо раз. Где-то, наверное, отрывки, сведения, не знаю, что такое есть. Удар войска подобен тому, как если бы ударили камнем по яйцу. Это и есть полнота и пустота. То есть мысль какой? Что за этим стоит, за этой стратегией? Что мы берем, концентрируемся по максимуму. Эту концентрацию за счет маневра доводим до определенного места. И в нужный момент должны ударить по слабому максимальному месту. Удар камня о камень – это дурная стратегия с точки зрения Суньдзи. Потому что неизвестно, какому камню будет хуже. Надо бить по яйцу, по пустому желательно. Чтобы что? Как скорлупа раздавился. Но для этого нужно создать себя сильным, свести себя в силу, сконцентрировать. Найти место, где противник слабый и ударить туда. А где сильный – не надо бить. Вообще в бою схватываются с противником правильным боем. Побеждают же маневром. То же самое говорит Клазовец. Воевать, стрелять друг к другу – все молодцы. Здесь особого ума не надо. Выигрывается маневром. Маневр – это не просто передвижение. Иначе бы его так называли. Передвижение. Маневр – это специальное передвижение в интересах достижения цели боя, компании или бываем. Мы не просто так идем. Мы идем специально, чтобы что? Создать определенные условия. Поставить противника в нам выгодное. Поставить противника в невыгодное. Хорошие маневры – это которые обеих целей одновременно достигают. И нам улучшают положение, и противника ставят в неудобное. Потому тот, кто хорошо пускает в ход маневр, безграничен подобно небу и земле. Не исчерпаем подобно Хуэнхэ и Янцзэцзяну, две великие китайские реки. А вот безграничен подобно небу и земле. Что с вашей точки зрения значит? Мы же помним, что такое небо и земля. Время и пространство. То есть он безграничен подобно небу и земле. Переводится на западный современный язык. Как мы говорили, что ограничивается противника в его действии. А себя не ограничивается. Да, можно так понять этот принцип. А можно понять, что он перестает зависеть от времени и пространства. Они больше не являются для него давляющими условиями. Если он умеет их использовать. А маневр и есть движение, направленное на работу со временем и пространством. В нужном месте, в нужное время. И ты правильно служа небу и земле с точки зрения Сунгзи разрываешь зависимость от неба и земли. И начинаешь управлять этой ситуацией. Вот это считает у нас три ресурса времени. В целом книги, да, конечно, безусловно. Даже больше ресурсов назвали. К этому принципу нет. Здесь речь идет о времени и пространстве. Людей здесь пока нет. Ну, в каком-то смысле, кто совершает маневр, люди планируют его тоже люди. То есть, если совсем все предложение читать, я не только эту фразу, то люди здесь кончат. Вот он говорит о времени и о ритмах. Я часто люблю говорить, что война это не про метры и про тонны. Это про ритмы. Важно про ритмы, Господи. Российские армии создаются на наших границах не потому, чтобы быть просто сильнее. Они еще создаются так и таким образом, чтобы в течение суток прийти в высшей степени боевой готовности и пойти в наступление. А мы мобилизовываться будем 5-7 дней. Мы не успеваем по ритмам просто. Это все это решение, которое будет возникать? Ну, у нас свой ответ на это есть, но в целом замысел их такой. Просто быстрее пойти, быстрее, чем мы соберемся. Кончаются и снова начинаются, таковы солнце и луна. Умирают и снова рождаются, таковы времена года. Тонов не более пяти, но изменения этих пяти тонов всех и слышать невозможно. Ну, у них 5 нот. Это ноты. В китайском теории музыки 5 нот. Они 7. Цветов не более пяти, но изменения этих пяти цветов всех и видеть невозможно. Вкусов не более пяти, но изменения этих пяти вкусов всех и ощутить невозможно. Действий в сражении всего два. Правильный бой и правильный маневр. Но изменения в правильном бою и правильном маневре исчислить невозможно. Правильный бой и маневр взаимно порождают друг друга, и это подобно круговращению, у которого нет конца. Кто может их исчерпать? Это знаменитый китайский принцип. Одно породило два, два породило пять, опять породило все остальное. Дао породило ини-ян, ини-ян породили пять стихий, опять стихий породили все остальное. Для нас это наиболее просто, для западных людей объясняется, по сравнению с китайцами мы все западные, объясняется так, что нот семь, а музыка бесконечное множество. Он намекает на что? Но, что если вы усвоите некие базовые принципы и их взаимосочетание до того уровня, который вы будете физически чувствовать, он почему сравнивает с природными явлениями и с восприятием. Он говорит, вот вы как вкус вещей чувствуете, как цвет вещей чувствуете, как физически их ощущаете, так должны ощущать эти принципы. Как Наполеона спросили, в чем ваш секрет, он говорит, я физически ощущаю поле боя. Я знаю, где пусто, куда можно идти, а где сейчас нельзя. Это кинестетическое чувство, которое называют чувство местности еще. Суньцзи призывает к чувствованию принципов, которыми в деле, в котором мы занимаемся, надо принципы чувствовать как физическую реальность, чтобы грамотно ими применять. Вот до такого уровня себя нужно вести, познание своего дела. То, что позволяет быстроте бурного потока нести на себе камни, есть ее мощь. Вода несет камни, удивительно, да? Камни тяжелые, вода легкая, но есть условия, на которых вода переворачивает, сдвигает и даже несет камни. Например, бурный горный поток, узкий. То, что позволяет быстроте хищной птице поразить свою жертву, есть рассчитанность удара. Поэтому тот, кто хорошо сражается, у того мощь стремительна, а рассчитанность коротка. Мощь – это как бы натягивание лука, рассчитанность удара – это как бы спуск стрелы. Что имеется в виду? Что он призывает к чему? Очень грамотно рассчитать и быстро очень действовать. Холодный расчет и быстрота, молниеносность действия. Четко планировать? Четко планировать, да. Причем планировать, да. Один из американских полководцев во времена войны, знаменитый, Второй мировой, говорил МакАртур. Говорил очень интересную фразу. Он говорил, планирование – все, планы – ничто. Потому что планы, все планы хороши до первого столкновения с противником, дальше все начинает меняться. Но что? Важно планирование, потому что во время планирования ты всесторонне изучаешь ситуацию. И потом, когда они начинают неуправляемо меняться, ты уже понимаешь, что нужно делать. Это как вот многие преподаватели толково разрешают делать шпаргалки. Потому что пока ты их делаешь, ты готовишься как раз очень качественно. Пусть все смешается и перемешается, и идет беспорядочная схватка. Все равно прийти в расстройство не могут, я добавлю у тебя, дела того, кто правильно планирует. Все пусть клохочет и бурлит, и даже сама форма, то есть изначальный план, замысел сломан. Все равно потерпеть поражение не могут те, кто правильно подготовился. Тут этого не дописано, я как бы в квадратных скобках добавляю. Беспорядок рождается из порядка, трусость рождается из храбрости, слабость рождается из сил. Порядок и беспорядок – это число. Храбрость и трусость – это мощь, сила и слабость – это форма. Вот такие вот китайские максимумы, сейчас мы попытаемся на нормальный язык перевести. Когда он говорит, что беспорядок рождается из хаоса, что он имеет в виду? Из порядка, вернее. Есть всегда главная философская проблема. Болезнь – это нарушение здоровья, либо здоровье – это отсутствие болезни. Что первично? Курица или яйцо? Дух или материя? Что первично в данном случае? Беспорядок или порядок? То есть порядок – это организованный беспорядок, либо беспорядок – это нарушенный порядок? Беспорядок, нарушенный порядок. То есть у полководца должен быть порядок. А рождается беспорядок, когда что? Полководец неумело обращается. С Дау. С Дау, да. Трусость рождается из храбрости. То есть изначально что? Он говорит, что в норме у полководца должен быть порядок, храбрость и сила. А если он неправильно ведет свои дела, то что? Они превращаются в трусость, слабость и беспорядок. Если неправильно с Дау обращаться, с планированием и с принципами, то вместо беспорядка, храбрости и слабости окажется у тебя в руках трусость, слабость и беспорядок в нужный момент. Он говорит принципы, на котором управляются эти вещи, называет принципы, согласно которым управляются. То есть беспорядок и порядок возникают из чего? Из правильного расчета, формализованного. Пять человек идет туда, десять человек делает туда, находится там два часа. Должны, за это время съесть ведро каши, выпить литр воды и выстрелить десять патронов. Их за это время надо что? Этим обеспечить. Одна из статей устава запрещает, вернее, прямо предписывает командиру, что начальный конь, обеспечить подчиненного всем для выполнения задач. Всем это всем, начиная от умения и понимания, заканчивая материальными средствами. За это несет ответственность неподчиненная командиру. Я тебя сначала должен полностью обеспечить, от разумения и подготовки, заканчивая материальными ресурсами, потом сказать топой. Поэтому, когда неподготовленных, необеспеченных людей посылают в бой, или как у нас принято, типа, мне похер, достань сам, то это нарушение устава. Устава — это закон. Храбрость и трусость — это относится к вопросу чего? Мощи. Так, как здесь понимается. То есть, храбрость и трусость, по-нашему, являются результатом чего? Если глава называется «мощь», мы переводим как «сила управления». Качество управления, правильно? Правильно управляешь людьми, они достигают результата, в них есть храбрость. Плохо управляешь, они начинают быть неуверенными в себе, в результатах и в своей деятельности, и появляются трусости. А сила и слабость — это форма. Форма в данном случае — планирование, замысел. Значит, получается, что плохой замысел, плохое планирование, значит, что хорошая будет сила, у тебя будет сила, и у твоих подчиненных, твои действия будут сильными. Плохой замысел и плохое планирование, что? Будет слабость. То есть, мы понимаем, соответствие замысловам. Соответствие замысловам. Да. В частности. Поэтому, когда тот, кто умеет заставить противника двигаться, показывает ему форму, противник обязательно идет за ним. Когда противнику что-либо дают, он обязательно берет. Выгоды заставляют его двигаться, а встречают неожиданность. Переводим на наш язык. Что получается? Надо уметь заставить противника двигаться, и желательно в нужном направлении. За счет чего мы это делаем? Замысел наш должен содержать, что управление противником, заставить его прийти в движение, сделать то, что нам нужно. Это один из главных принципов, которые мы называли. А чтобы это сделать, ему нужно показать что? Выгоду его. Выгода его заставляет двигаться. А когда он пришел туда, куда нужен, мы его встречаем неожиданностью, потому что что? Это называется внезапность. Он шел-шел, ожидал выгоду, а встречает там нас во всеоружии. И вот так достигается победа. Поэтому тот, кто хорошо сражается, ищет все в мощи, в силе управления. А не требует всего от людей. Поэтому он умеет выбирать людей и ставить их, соответственно, их мощи, то есть их способности управлять. Причем надо ее максимально широко понимать. Не только управлять людьми, а управлять чем? Событиями. Я говорю всегда о военном, что и гражданским, что военное дело целиком основано, как искусство управления, в целом на способности навязать свою волю всем. Себе, противнику, обстоятельствам, начальству, подчиненным, соседям, союзникам, нейтралам, погоде, местности, самой удаче. Чему он? Все время через преодоление движения в сопротивляющейся среде. Те, кто ставит людей, соответственно, их мощи, составляет их идти в бой так же, как катят деревья и камни. Природа деревьев и камней такова, что когда место ровное, они лежат спокойно. Когда оно покатает, они приходят в движение. Когда они четырехугольные, они лежат на месте. А когда они круглые, они катятся. То есть по-нашему это что? Расставлять людей надо сообразно своим способностям. Правильно организованная кадровая работа. Человек, то, что называется, на своем месте, его не надо мотивировать и заставлять. Он и сам будет делать то, что ему нужно. Естественно, катится, как дерево на покатном. А если вам не нужно, то он будет что? То надо сделать ему местность прямой, ровной. И он будет стоять на месте, пока его не стронете. Главное поставить человека на нужное место. Что? Потом управлять за счет чего? Изменение фона, на котором он работает. Красная армия ответила на это своей мудростью. Она сказала так. Армия – это место, где круглые несут, а квадратные катят. Поэтому мощь того, кто сумеет заставить других идти в бой, есть мощь человека, скатывающего круглый камень с горы в тысячу сажений. Вот он дает доктринальный принцип, как поступить. Он говорит, надо организовать обстоятельства так, обстоятельства в данном случае гора, чтобы люди, которыми ты управляешь, выполняли свою работу максимально естественно, как катящийся камень. Да еще с каждым оборотом набирали силу. После тысячи оборотов камень бьет гораздо сильнее, чем после двух. Уже набрал инерцию, кинетическую энергию, потенциальную кинетическую энергию. И в стенку, которая там внизу стоит, например, бьет гораздо сильнее, чем камень, который два оборота сделал, да еще по ровной местности. Логично? Давайте попробуем выявить структуру этой главы. Методика – это не то, о чем сказано, а то, как сделана глава. Идет название, правильно? Дальше что он говорит? Он дает тезис некий. Глава начинается с тезиса. Он говорит, управлять массами есть х. Потом он говорит, что, например, управлять массами все равно, что управлять немногими, вести в бой массы все равно, что вести в бой немногих. Тезис. Расслабьтесь, дело не в количестве войск. Дело вашей способности управлять. Главаш посвящен управлению, правильно? Дальше что? Он вводит метафору. Удар войска подобен тому, как ударили бы камнем по яйцу. Одновременно за этим стоит принцип. Дальше он что? Сравнивает с природно-погодными явлениями. Как река бурная, как камни. Вот они точно так же. Сравнивает со стрельбой из лука. То есть апеллирует к знакомым вещам. Людям, чтобы они поняли. Принцип объясняет на примерах метафорических. Дальше он порождает традиционно для китайской философии одно породило это, то породило то. Причина следственной связи. Заявляет базовые структуры. Порядок, храбрость и сила есть базисом. А все остальное есть что? Нарушением этого базиса. Явления, которые возникают как и в противоположности. Дальше показывает, как надо воевать. Что нужно делать спортивникам. И потом в финале заявляет, что главный принцип. Объединяющий всю главу. Давайте откроем, не читая главу, откроем главу шестую в конце. Что мы увидим? Поэтому среди пяти элементов природы, это через страницу. Следующая страница. Шестую, двадцать седьмая страница. Последнее предложение главы. Поэтому среди пяти элементов природы нет неизменно побеждающего. Среди четырех времен года нет неизменно сохраняющего свое положение. У Солнца есть краткость и продолжительность. У Луны есть жизнь и смерть. Открываем главу седьмую, еще через страницу, тридцатая страница. Поэтому правила войны таковы. Если противник находится на высотах, не иди прямо на него. Если за ним возвышенность, не располагайся напротив него. И так далее, и так далее. То есть в конце главы всегда идет обобщающий принцип. Можно даже было бы условно составить себе методичку, короткую по Солнце, тщательно его изучив, прописав только последний пункт каждой главы. Потому что там выводы из главы содержатся. А теперь давайте возьмем украинский перевод для сравнения. Он называется «Сыла» и находится на 24-й странице. Подивимось, чи змінюється щось після перекладу. Та-дам, маленькая книжка, не? Сунь-Дзи сказав «Принцип керування великою армією той самий, що і кількома вояками». Наказувати великій армії те саме, що і кількома воякам – це питання організації комунікації. Якості організації комунікації. Що допомагає солдатам з різних частин війська могти противостояти ворогові? Прямі і непрямі стратегії. Армія атакує супротивника, подібно до каменюки, що трощить яйце. У цьому полігає принцип використання сильного для нападу на слабке. Бачите, тут принцип раскрывається. В русском переводе, который мы читали, в этом варианте, там их несколько есть. Не раскрывається сам принцип, просто камінь по яйцю. А здесь раскрывається принцип, который мы і так раскрывали. Зазвичай п'ять час бою використовують прямі методи, а для непрямих вдаються, аби перемогти. Тому стратегії генерала, досвідченого у вживанні непрямих метод, безмежні, як небо і земля. І такі ж не вичерпані, як річки та потоки. Гарний переклад, да? Мов, сонце і місяць, він сідає, щоб знову знайти, не мов би чотири пори року. Вони минають свій час, аби знову повернутися. Ну, сравнювати з природними ритмами, явлениями, це важнейше діло в поніманні, що таке дау. Як, естественно, дышать природа, так і, естественно, дышать дау в нас і в тому, що ми діля. Є не більше, ніж п'ять головних нот, але їх зміни і трансформації неможливо переслухати. Є не більше п'яти основних кольорів, але відтінки, породжені їхніми змінами і трансформаціями, годі сприйняти зором. Неможливо. Основних смаків не більше, ніж п'ять, проте утворені завдяки їхнім змінам і трансформаціям присмаків переважають кількість тих, що їх взагалі можна відчути. У будь-якому протистоянні ми маємо в арсеналі тільки прямі і непрямі стратегії. То, про що ви говорили, Максим. Прямо і звілісте. Але їхні зміни і трансформації безмежні. Непряме та пряме підтримують і підсілюють одне одного так само, як коле без початку і кінця. І тому дос ноги, і кому дос ноги їх вичерпати. Прямо і непрямо. Це більш качество. Український перевод більш качество, ніж той, який ми читаємо. І тут перед нами відкривається істинна, що хороше чтення, активне чтення, це завжди чтення нескольких переводів. Історія чи інстарні книжки. Тому все серйозні книги по філософії Тут ясне діла, що трактовка імеє дуже велике значення. Швидко, стрімка вода може рухляти кругляками. Така сноска. Великий круглий камінь. Це і називають силою. Хіжа птаха падає на здобач згідно з точним розрахунком часу та відстані і шматує її. Знаєте, така динамічна фраза, динаміка присутствує в цій фразі. Тільки бувалий у бойових бувальцях здатен володіти жахливою силою і точним визначенням часу та місця. Його сила скидається на натягнутий лук-самостріл, розрахунок терміну і відстані на відпускання язичка того самого лука-самостріла. Навіть серед метушній і гуркату бойовища його не заскочить сум'яця. І навіть у хаосі баталії він тримає лаву, а перемогти його – зась. Лаву – строй, ім'ється вір. Удавай, що ти в безладі, коли ти добре організований. Коч з себе боягуза, якщо сміливий. Прикидаєся слабким, коли тебе сповнюють сили. Відмінність між хаосом і ладом полягає в організації та структурі. Бачите, там вона що була? Місто організації та структурі. Там, де біспорядок. Біспорядок і цей сам. Тут сразу на рівні принципів написана книга. То, що я проясняю, здесь практично жість. Біспорядок рождається з порядка, а тут тайна поясняється. Здесь, якби, коментарії вже вшиті в текст. Різниця між сміливістью і боягуством, виплуває з перейбігу, січі боя, а між слабкостю та силою з використання потужності армії. Тут б можна поспорити з цією тогановкою. Зогляду на це, досвідчену у військових діях, маніпулює ворожими рухами, створює умовини, що змусять ворога їм підкоритися. Головний принцип всієї стратегії сунгзі – управління врагом. Він спокушає противника при надамі, щоб той спокусився ними. У такий способ він змушує недруга рухатися і очікує його сповнене своїх сил. Обстрілянний військовик шукає перемоги зі становища і обставин, не вимагає занадто багато від своїх людей. Бачите, що він каже? Опитний воєнний іщить победи в обстоятельствах і в чому? І в положенні. А не слишком багато требують від своїх людей в відношенні чого? Ізмінення обстоятельств, або положення. Не треба людей кидати на змінення таких вещей, як обстоятельства і положення. Говорить Сунзі. Мудрец не збирає дрова. Він підносить спичку к вже сложившомуся костру. Ну да, щоб вони не стерлись, виполняє твої гениальні плани. Тому він спроможний, вибрати в милых воякиф і довірити їм развивати перевагу зі стратегічні позиція. Камінь згори. Той, хто знає, як посилювати стратегічні козирі, посилає своїх людей на бойовіще, подобне для покатючих колод і кругляків. Колодами круглякам природно бути непорушені на поземній площині, а на похилий вони на кшталт покотив. Квадрат не має здатність зупинятися, а кругли – скочуватися. Тому і сила командира, що набив руку, залучаючи людей до баталії, скидається на натиск від падіння кругляків, і кекотиться до низу з великої висоти. Ну, вот, я не рекомендую, даже если украинський кажется намного лучше, а он намного лучше, все равно читайте русський тоже. Не такі больші глави, щоб не було дві одновременно почитати, то есть присматривайте і туди, і туди. Буде возникати об'єм, і от об'єма більше понимання і качість. Второй русський перевод якраз з'южу украінський перевод. Ну, да, я подозревал сильно, що український – це перевод з хорошого русського перевода. А у кого, у нас є хороший русський перевод? Да, у нас є три. Тобто читайте все три. Можна було, конечно, ще й на англійську посмотреть, але все ли знают англійський – большой вопрос. Вот, да. Дякую.